поворотным моментом можно назвать наверное в моей жизни эта точка когда умер мой отец это было мне ну почти 14 лет то есть мне было 13 полных лет исполнялось 14 то есть он 23 июня разбился на машине и 26 июня он умер в реанимации его еще последний раз увидел и 28 июня в мой день рождения его хоронили 14 лет мне как раз исполнялось получилось так что мы день рождения проходили похороны как-то такой может быть это отпечаток на меня наложила хотя с другой стороны я уже то есть это не произошло так что после смерти отца я стал грешить скажем так грех уже был в моей жизни но после смерти отца он как бы уже безудержно пошел потому что какие-то может границы ушли все-таки отца я как-то больше уважал побаивался как-то так какой-то был сдерживающий фактор а когда остался я старший брат и мама то есть меня уже практически ну сложно было кому-то на меня я думаю повлиять а потом вот произошло так что как-то я переступил этот барьер на она как-то вот дьявол обманывает так аккуратно плавно то есть как бы на первом этапе не так все страшно в этом и дьявольский обман собственно состоит это у каждого наркомана я считаю и наркоман не считается поначалу наркоманом он считает это вот у них проблемы у тех которые там где-то там в подворотне где-то там под забором там ниже плинтуса а у меня все в порядке я еще не хорошо ну а потом как-то вот эта грань тоже стерлась отчета как-то подумал почему бы это не попробовать тяжелые наркотики как бы просто сам как сказать что ли вот это ощущение наркотик что дает наркотик наркотик дает человеку некое ощущение меняется восприятие реальности и некое переживание некая мнимая радость я бы назвал такая суррогат радости то есть бог нас создал так что мы должны должны мы можем испытывать радость штука радость это чувство внутреннего душевного удовлетворения радость возможно только в боге истинная радость но дьявол он он не создает чего-то он пытается подделать как кто-то сказал дьявол это обезьяна у бога он то есть он пытается как-то вот такую маскировку что ли ну чтобы нечто фальшивое дать он не может создать радость он может сделать как бы копирку под радость и вот наркотики это собственно та сфера которая и является копиркой под некое некое счастье да некая радость некое счастье но потом собственно последовало что я в основном конечно употреблял тяжелые наркотики но вообще все на протяжении где-то наверное шести лет и бог меня я сейчас уже не только сейчас а еще когда в реабилитационном центре оказался я понимал но осознал как вообще бог меня хоронил во многих ситуациях когда но хранил от того что я не оказался в тюрьме потому что вообще говорят оттуда основные два выхода как правило это тюрьма или могила до коснусь моментов бог хранил как я сказал от тюрьмы сохранил жизнь мою сохранил когда я мог много раз уйти из жизни по сути я четко понимаю что бог меня оставил бог меня оставил чтобы я мог спастись в первую очередь и далее чтобы он мог через меня я думаю что-то другим дать и как-то действовать в этом мире бог не желает чтобы кто-нибудь погиб но хочет чтобы все пришли к покаянию в первом тимофею так написано в послании с мамой отношения бог привел ее к вере через мое через то что я пришел к вере то есть мы подходим уже наверное к тому что как я уверовал в 2010 году мой родственник рома вообще более точнее мой племянник хотя на всего на два года меня младше так бывает вот племянник который на два года все младше мы с ним не виделись долгое время он не был каким-то наркоманом преступником но я увидел его мы соприкоснулись там как бы моему брату помогали переезд и я смотрю на веру он говорит я уверовал в бога я как бы стал с ним общаться тоже так бог усмотрел он в то время жил рядом снимал там комнату рядом где я с моим домом и мы с ним периодически нет-нет общались и он не говорил о боге говорил о христе и говорил что выход есть я помню четко вот был момент который для меня наверно один из важнейших определяющих это когда я услышал евангелие вот как павел пишет ибо я не стыжусь благовествования христова потому что она есть сила божия ко спасению всякому верующему во первых иудею потом и елену и я услышал именно евангелие благую радостную весть он говорит слушай то христос за тебя умер и ты можешь быть спасен вот это для меня было как бы такой приятный шок потому что в моем понимании я еще почему оставался в грехе мало то что я любил грех плюс я еще размышлял но даже если я захочу бросить сколько уже всего сделано кот обмана лжи и воровства ну просто вся жизнь была сплошной грех вот одним словом можно охарактеризовать грех вот и я думаю ну что я могу сделать даже если всю оставшуюся жизнь могут добрые дела делать у меня надежды нет но когда он мне сказал что христос за тебя умер и он взял на себя твои грехи если ты уверуешь него то ты можешь спастись для меня это было нечто неожиданное и поразительное крещение принял на поклонной горе в 2012 году в июне 24 июня я поначалу стихи как раз а кстати но вот стихи я писал собственно если можно подойти вот к вопросу о том чем я стремлюсь для бога служить я до уверования я уже писал пробовал писает стихи там как без какие-то такие вот может быть примитивные сейчас мне намного больше нравится то что я пишу он бог как то лучше действует на тот момент я пробовал писать стихи пробовал писать песни там даже записываем песни там какие-то два таких примитивных альбома там про наркотики в основном все была песни но пишу как дышу как есения сказал да вот а А Христос сказал, что от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, злой человек из злого сокровища сердца выносит зло, от избытка сердца говорят уста его. Чем наполнен, то даешь. И потом уже после верования я там сразу же стал писать стихи о Господе, о вере, еще будучи в репцентре. Ну и вот читал их на собрании. Но мне сразу Бог еще помимо этого дал желание, я захотел проповедовать. Мне захотелось проповедовать Слово Божие. Я увидел в Нем силу и понял, что действительно, плюс я увидел, что Бог мне отдает определенные навыки и способности, что у меня получалось фиксировать Слово Божие в памяти, говорить. И я понимал, мне надо это развивать, чтобы я мог служить людям. Ну, собственно, вот это основное мое служение по сей день и является, я бы назвал, если основное мое служение. Я один из проповедников нашей церкви, Баптистской церкви города Выборга, Вторая Выборгская, так, названий у нас даже нет, просто в смирении как-то это. Вторая Выборгская церковь просто называется так. Ну вот, я проповедую Слово Божие, мне это нравится, я учусь в семинарии, чтобы вот дальше как-то эти навыки, те, которые уже есть, как-то еще больше их развивать и служить людям, которые так же вот как-то. Основное служение нашей церкви – это реабилитационное служение. А раньше называлось, вообще оно было полностью, как сказать, объединяло все в себя Добрый Самарянин, вот и где я был тогда, называлось Добрый Самарянин. Сейчас вот у нас как бы называется оно Дом Надежды. Ну, не знаю, входит она, я уже не помню. Добрый Самарянин нет, но в общем Дом Надежды. Вот мы помогаем тоже вот людям, которые, скажем так, Бог через нас помогает, не мы, Бог через нас помогает. Людям, которые также находятся в грехе. Я бы даже подчеркнул, проблема не в том, что человек употребляет наркотики. Порой некоторые думают, ну вот бы перестать. Да суть-то не в этом. Надо Христа познать, а когда ты его познаешь, уже то, что ты перестал употреблять наркотики или алкоголь, это как бы, ну, прицепом, это бонус. Это как бы, ну, автоматом, это понятно. Если ты его познал, ты спасен, и это отпадет. При этом можно перестать употреблять, но точно так же идти в ад в погибель, потому что живешь для себя, а не для Бога. Ну, не познал его ценности. Вопрос, какие ценности? Потому что апостол Павел говорит, что во 2 Коринфянам, в 5 главе, 15 стих, мне очень нравится, там, по сути, суть Евангелия. А Христос за всех умер, и дальше цель, чтобы живущие уже, уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть уже не для себя, раньше для себя, а уже не для себя. И апостол Павел Евгалат, он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть вот цель жизни христианина, всякого христианина, и искреннего, истинного, настоящего, возрожденного, жить для Христа, жить для Него. Если кому-то плохо, то выход только один есть. Особенно людям зависимым, алко-зависимым, наркозависимым, да и, собственно, вообще всем людям, которые не знают Бога и живут в грехе. Выход только один, это прийти к Иисусу Христу. И сам Христос говорит в Евангелии от Матфея, в 11 главе, в самом конце, призыв его звучит, записаны слова Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И дальше он говорит, что сделать? Он говорит, «Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Вот это вот интересно. Бремя Христа, оно легко, бремя его не давит. То есть, когда ты живёшь по воле Божьей, это радость. Написано, заповеди его не тяжкие. Поэтому необходимо признать свою греховность, я бы так сказал. Если у кого-то из вас есть, вы находитесь в зависимости, в наркотической, в алкогольной, или просто не познали до сих пор Бога, вам надо, первое, что надо сделать, это признать, что вы грешны. Признать, что без Христа вы погибший человек. Если бы мы могли оправдаться перед Богом своими делами, то Христу не надо было бы приходить и умирать на Голгофском кресте. Как Павел говорит, «И если с законом оправдания, то Христос напрасно умер». Но Христос не напрасно умер, Он потому и умер, что другого спасения нет. Он говорит, «Я этим путь и истина, и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Только во Христе есть спасение. Только во Христе есть жизнь с избытком. Жизнь радостная, покой, блаженство. Поэтому я могу сказать по своей жизни, я был человеком, который всецело связан грехом и не видел выхода из этого греха. Я думал, что я умру наркоманом и никогда не оставлю наркотики и алкоголь. Но Бог совершил чудо в моей жизни, когда я возвал к Нему и попросил Господи, исцели меня, Господи, преобрази, помоги мне. И когда Он стал Господином моей жизни, я обрел мир, покой, радость, блаженство и новую жизнь осмысленную. Жизнь здесь уже радостная и жизнь вечная в вечности, на небесах со Христом. Слава Господу. Редактор субтитров А.Семкин